Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой молодой человек довольно сдержанный в проявлениях чувств, не говорит мне комплиментов. Для меня это странно, так как обычно мужчины мне всегда говорят и говорили комплименты. Также по натуре я очень тактичный человек, нежный, любвеобильный своих родных и близких, я люблю обнимать, целовать, говорить ласковые слова, дарить подарки. В отношениях же своих чувств не скрываю, раньше я тоже был сдержан в чувствах, но мне было от этого дискомфортно, мне очень нравится проявлять свои чувства. Могу сказать, что я проделал большие пути, и это раньше в себе не принимало, да и в целом в семье были холодные отношения, родители никогда меня не обнимали и не целовали. Так вот, так как молодой человек довольно холодный по натуре, я боюсь иногда слишком проявлять чувства, думаю, что это его отпугнет. Такое было раньше. Все, меня честно окружают молодые люди и подруги довольно холодные по темпераменту, не совсем правильно понимающие мои нежности. Как быть? Стоит ли искать все-таки более теплого партнера или проявлять надежду, как есть? Не хочу казаться навязчивой, но знаю, что во мне много лечусь в любви и хочу им делиться, но при этом, чтобы люди отвечали взаимностью. Я думаю, что здесь необходимо достаточно точечно и по возможности деликатно рассмотреть данную ситуацию. Итак, мой молодой человек довольно сдержанный в проявлении чувств, не говорит мне комплиментов. Что это для вас значит, в первую очередь? Что это для вас означает, в первую очередь? Давайте вот начнем с вами с этого. Что для вас означает, что человек не проявляет эмоции, да, и не говорит вам комплиментов? Стука в том, что любовь – это желание отдавать, желание получать – это про другое. И поведение принципиально разное. У меня же сразилось впечатление, что вы отдачей любви пытаетесь купить ответные какие-то чувства. Это так не работает. Для меня это странно, так как обычные мужчины мне всегда говорят и говорили комплименты. Но если вам какие-то мужчины говорили комплименты, это не значит, что все мужчины будут говорить комплименты. Кроме того, комплименты не всегда означают отношения. То есть комплименты могут быть просто листью. К примеру, я комплименты вообще не говорю. Если только, ну, вот того не требуют какие-то исключительные ситуации, да, я не говорю комплиментов, потому что для меня любой комплимент – это листь. Но если мне что-то нравится, я, конечно же, скажу. Но считать, что все люди будут говорить о том, что им нравится, довольно наивно. Потому что кто-то не привык выражать то, что им нравится, кто-то боится выражать то, что им нравится, у кого-то неприятный опыт выражения того, что им нравится. Вот. В данном случае ваша фиксация на комплиментах, с чем связано, что это для вас, опять же. По натуре я очень тактильный человек, не я ни любви обильный, своих родных, близких люблю его понимать, а слова, говорить ласковые слова, дарить подарки в отношениях, где я своих чувств не скрывал. Смотрите, я бы здесь вам рекомендовал изучить такой термин и такое явление психологическое, как профлексия. Про-флексия. У меня появилось ощущение, что вы делаете для людей других то, чего хотели бы для себя. Вот. Я в этом, понятное дело, не уверен, потому что нужно для этого, как минимум, ну вот, с вами пообщаться, чтобы подтвердить данный аспект. Но выглядит все именно так. Понимаете? Я не знаю, в какой степени, но то, что раньше, значит, вы, во-первых, себе это не принимали, это во-первых, во-вторых, раньше у вас были холодные отношения в семье, то выглядит так, как будто вы пытаетесь компенсировать вот эту холодность своей такой вот активностью. и делаете для других то, чего бы вам хотелось сделать для себя. То есть очень много энергии вами тратится на других людей. Но делаете вы, но делаете это вы, по вашему описанию, отнюдь не из альтруизма. Вот. То есть происходит самообман в данном случае. Дальше. Так, раньше я тоже была сдержана в чувствах, мне для этого было дискомфортно. А почему были сдержаны, и что сделали, вот что перестали? Мне очень нравится проделать свои чувства. Чем? Могу сказать, что я проделала большой путь, раньше себя не принимала, да и в целом отношения в семье были холодные. Родители меня никогда не обнимали, не целовали. Что для вас это значит? Понимаете, вот есть такое впечатление, что ваше восприятие себя зависит от того, будет вас обнимать, целовать или нет. Но правда в том, что вас могут обнять и поцеловать, а могут и не обнять и поцеловать. И вам нужно как-то, ну, все равно удерживаться в определенном равновесии, несмотря на поведение других людей. Потому что сегодня это поведение, как я уже сказал, может быть одним, а завтра это поведение может быть другим. Вот. Вот. Люди разные. И люди чувствуют себя тоже по-разному, к сожалению. Знаете? Вот. А вы транслируете такую мысль, что мне, чтобы чувствовать себя хорошо, да, мне для этого нужно, чтобы меня обнимально и целовали. Я, понятное дело, утрирую немного сейчас. Я не говорю, что это вот, так скажем, панацея. Вот. Ни в коем случае, ни в коем случае не пытаюсь сказать, что это панацея. Но, тем не менее, выглядит это все вот таким образом. И, честно говоря, не лучше образом это выглядит. Понимаете, да? Дальше. Дальше. Дальше идем. Молодой человек. Довольно холодный по натуре. Я боюсь иногда слишком бурно проявлять чувства. Думаю, ты его отпугнёт. Такое раньше уже было. А что для вас означает? То, что его отпугнёт. То есть, ну, отпугнёт и отпугнёт. А как по-другому? Проверить, насколько вы друг другу в общем и целом подходите. То есть, как бы, ну да, его может отпугнуть. Это верно. Но, как по-другому проверить, насколько вы подходите друг другу. Или вы будете со своей жизнью с ним свои вот чувства, условно говоря, подавлять. И к чему это приведёт? Это приведёт только к вашей неудовлетворенности. Это приведёт только к тому, что вы не будете чувствовать себя собой в отношениях с партнёром. Хорошо ли это? Вот в чём вопрос. Поэтому я думаю, что здесь именно со значением для вас того вот факта, что человека может отпугнуть ваше проявление чувств, необходимо работать. Что для вас это значит? Потому что, понимаете, вот штука в чём, что если у вас, как вы говорите, много любви. И вы готовы вот ей делиться любовью. Что как-то вот вы для такого человека слишком сильно завязаны на том, как другой человек от вас примет. Как я буду выглядеть в этом случае. Понимаете, вот о чём я говорю, имею в виду про флексию? Это вот правильно. То есть вы говорите одно, а по факту получается немножко... немножко другое. Дальше. В целом меня часто окружают молодые люди и подруги, довольно холодные по темпераменту и не совсем правильно понимающие мои нежности. И опять же, что для вас это значит? Второе. Ну это вы сами выбираете из таких людей. Как быть? Чтобы что? Стоит ли искать всё-таки более тёплого партнёра или проявлять свою натуру как есть? Почему нельзя делать и то и другое? Это первое. Второе. Теплота партнёра. Это единственное, что определяет ваши отношения. Ну то есть я имею в виду, помимо проявления чувств, то вас общего-то с вашим молодым человеком. Что вас объединяет, что вас связывает. Не кажется ли вам, что если вы готовы искать более тёплого партнёра, то не так уж сильно вы и любите своего молодого человека? Вот. Что в какой-то степени входит в определённое противоречие с тем, как вы себя характеризуете, говоря о том, где у вас много любви. Нет, я не в том смысле, что вы должны любить всех или что вы должны быть тем, кто вам не нравится. Но это всё равно вызывает некоторый вопрос в данном случае. Не хочу казаться навязчивой, но я знаю, что во мне много чувства любви и хочу им делиться, но при этом, чтобы мне люди отвечали за имностью. А если не отвечают за имностью? Вот понимаете, вы смешиваете поведение и действие, основанное на любви, это когда я хочу кому-то что-то дать, и поведение и действие, основанное на том, что я хочу что-то получить. Это разные вещи. Да, в идеале это происходит само собой в виде системы, гармоничной системы. Но часто этого не происходит так. Вот. Поэтому различать любовь и зависимость, как сказал мой коллега, очень важно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!